да не вздыхайте вы так не вздыхай это неловкая неловкая пауза елки-палки какой ли за грибами это картина маслом что просто не хочется глаз отводить белые грибы в оригинальном исполнении видите благодарочка ты что такой подход сделал короче я хотел сказать не помню сколько там было килограмм но оператор мне сказала все не надо ну давай растянем это удовольствие таких много не бывает я больше чем уверен что мы одни в одессе у кого такие есть сушеные то понятное дело грибочек слышишь а посмотри на это один лучше другого что сложить эти грибы вот их нашел принес а потом садишься берешь корзинка я знаю ведь я рассказывал я ему верю видите только для тебя короче понеслась друзья всем привет с вами диск липован привет мои хорошие ах ты друзья я хотел у меня куплет короче но не в рифму эх ты и друзья кидаться ладно марат марат чан салют я понял как я подтормаживаю сегодня не смерть то холодно ты посмотри ё-моё блин оператор твой размер работать и работать ты что я сегодня буду не работать будут царапаться короче я же хотел сказать а сонька сонечка стили свои перины обли духами пышную кровать ведь нынче марат справляет аменины и вся одесса их должна про это знать пари ра тач тач париром ярум ты раздеваешься а не короче марат днюха то днюха не в этом дело понял ну я так чтобы хотя бы какой-то повод был хочу марату нож презентовать она же не дарит же просто так марат джан хари мука хорошая носи его хорошая сути было днем и ночью всегда ты был хороший человек имел шикарный нож это аккуратно он так бреет что ты не понимаешь ты посмотри и посмотри на это исполнение андрюха исполняет ты понял я не помню как он развивается то ли скандинавец то ли шо короче ну и можно в лесу остаться одному из-за грибами с холизбу сколотить понял там и грибы собрать короче и что-то еще сделать очень плотно входит и очень плотно выходит сады шикардосина так что носи хорошо зачем какую-то дай шейки сады короче ребятам кому надо на самом деле ценители любители ножа я быстренько оставлю это не номер телефона это краткая характеристика короче это родословная ножа а телефон андрея вот здесь скажите от липована таки будет вам счастье елки-палки это не реклама это что это просто делюсь радостью потому что таких вещей много не бывает и в хорошем исполнении людей на пальцах посчитать да так что таки пожалуйста спасибо а еще спасибо нашим спонсорам я только сказал что у нас их 17 марат уже 22 ребята я не понимаю что в этом делаете но вы такие молодцы свои просто вареный слышишь аж согрелся давай рубай картошку я грибы дым идет масло нагревается нет юты елки-палки ребята сегодня картошка вы кайфанете такой рецепт нужно может быть без мяса без мяса по рецепту нашей мамы катюниной татьяна михайловна татьяна михайловна смотрите внимательно будет залипать на там пишите комментарии если что-то нет лучшим его в банюте комментарии сразу звоните и говорите серожа я делаю чуть-чуть по-другому но ничего короче марат показывай как ты режешь картошку крупненько довольно широко у нас получается сейчас я их немножечко ну так дай хоть в гриб врезать а грибы как не резать тоже по-красивому вот так вот ты слышишь как они какой у них аромат благоухание катюня как приятно по ним елозить ты шо обалдеть штын стоит запредельный я не знаю как будто бы я лесничий а не тракторист просто нереально приятно ты шо белые грибы это всегда праздник а без мяса сегодняшнее блюдо это вообще будет шедевр правильно да а что есть кто с мясом готовить такой вот я хотел с мясом не порти мне не порти мне блюдо я хочу без да будешь там как это неправильно себя вести я позвоню нашей маме я говорю ладно делай что угодно только маме звонить не надо ты прям так боишься всех что вообще я не я не боюсь я маму уважаю и всех мам мамочки целую ваши ручки чтобы они у вас не болели никогда ты шо не но это это богатейшие сопли я не знаю спасли катюша да я знаю то есть шоу это ты был да знаешь как мы уже видео перед такой ощущение что они в детстве мне так не повезло я все больше в детство по карасям короче ударял а я вот по таким грибам мама в лес ходила собирала потом не на самом деле я за это дело очкую потому что я в них не разбираюсь он слышал пару-тройку ситуации что люди что люди отдыхали потом в больнице как это дай бог что хорошо все было поэтому сами не лажу все детство провел с родителями в лесу когда грибной сезон был у тебя папа разбирался и мама понимала что делать да мама все это консервировала готовила сушила все что угодно и жарили конечно и у нас тоже так и жарили вот так вот обжаривали со сливочным маслом и закрывали в банке и потом зимой вот это вот доставали и готовили тоже картошечку супчик я еще раз я больше по карасям то услышали уже что дай нам поговорить вот заведете все каналы сколько захотите ладно я шучу по-братски слышишь короче это обратно сюда высыпаю потом мы их не сюда катюня возьми дружлячок и положи туда и пусть с ним их с них стекает водичка лишняя а я пока сюда а потом схожу за вот я сегодня умничаю сережка поучу тебя готовить типа ты вчера тупила ёлки-палки слышишь сегодня нормально было мы вчера были на базаре ты шо она мне строила конечно там я тебе говорю блин просто рассказывай как я ему завтра готовлю марат я был в шоке я был в шоке насколько мне все хорошо оказывается в жизни я умае а я не знал иди сюда марат у меня как это как это горел сарай гори хата своим днем рождения когда он тебя там местности но пусть будет я тебе еще один подарок сделал посмотри короче я вчера вообще-то как это удивительная вещь вот дико вчера был очень удивлен сидим мы этот точнее как сидим на базаре я говорю надо взять марату пусть попробует что вот это приходим домой но у меня было я думаю пока я тебе не отдал я сам исполню короче буду знать у тебя рассказывать за это дело кидаю в мультиварку на 10 минут достаю и вот это чудо по икру приготовил и как будто бы икра щучья красивейшая она стала 1 5 набухло короче и начинаем и пробовать бесподобно вкусно катерит макароны только прозрачная я даже не знаю такой пшеничного однородного цвета вот как волосы у меня были в детстве вот такого да короче начинаем пробовать катерит это макароны арене они это не макароны мы покупали как не макароны короче начинаем google нам в помощь начинаем искать выглядит булгур ну вот так это похоже хорошо и в это время и в это время я сижу монтирую это видео и дохожу до момента когда мы покупали кускус и читаю там на мешке кускус крупные израильские короче обалденная каша ребята кто ел пишите комментарии кто не ел рекомендую пойдет именно вот такой он называется круглый правильно или крупный крупный мы за него исполним неоднократно так что это тебе тоже подарок как это такой себе одесский еврейский подгон слышишь такое ощущение что на самом деле у тебя сегодня день рождения марат у меня еще для тебя есть подарок вот это именно чисто наше вы кушаете рисовую кашу это молоко это то что я тебе говорил ты хвалишь там все рисы заморские а вот это вот достояние всего килийского народа чтоб ты понимал и вообще наше нашего региона я тебя рушу ты там хвалишь все эти рисы заморские но ты ни разу не пробовал наш этот рис называется знаешь как болда вот как елда понял только болда ну прорис здоровый такой и он нереально вкусный он увеличивается сильно нет нет но он пахнет рисом марат он именно имеет нереальный вкус богатейший аромат касса каша рисовая вкусно вкуснотища плов мы из него тоже исполним ну короче это все тебе понял вот и все это попробуешь да я посмотрю как он наберется в воду проверю туда-сюда все хорошо что я хотел сказать в рюкзак один а шо ты мне подаришь ладно юлину ребят все таки друзья у вас были что ты там делаешь посасываю кофеек так что там дым костер горит давай масочка есть ну как раз успеем у нас идет плавно потихонечку тихо и не спеша ша марат уже настругал анды полные кефали в одессу костя приводил и все бендюжники вставали когда в пивную он ходил синеет море за бульваром каштан надо городом цветет наш константин берет гитару тихим голосом поет мне вот одно приятно что наши подписчики вот родные любимые люди вот поют со мной сейчас там по ту сторону экрана а вот стоят два человека которые слышали эту песню тысячу раз елки-палки не поют и думают всякую там я говорю вам подпеваете но не перебиваете по стойке смирно раз и стали понимаешь только бы тебя не побеспокоить хорошо вы вообще песни знаете за одессу конечно не так много как ты ты слов не знаю просто найдет само за собой понимаешь но рифма есть такое сейчас изменяешь как это импровизирует хочу был бы нормальный каламбур ах одесса моя ненаглядная оригинал без тебя бы не смог вероятно я не шутить ни песни петь ни душою молодец не шутить ни песни петь черноморская даль ты в ночи навивай сладкие сны песни ты распевай город светлой моей первой любви ах одесса моя ненаглядная без тебя бы не смог вероятно я не душою молодец не шутить ни песни петь не шутить ни песни петь разошелся уже они мне уже нравится что марат потихонечку втягивается елки-палки всегда тебя подпевает я нет я просто не умею я стесняюсь понимаешь сереженька в моем случае все должно быть хорошо когда я вот что-то не умею я не берусь за это дело не то делали другое завтрак тебе готовить понимаешь это лучше ты не пела елки-палки так как ты не завтра готовишь а он знает слышишь а я просыпаюсь понял а встать не могу думаю ну его в баню да поет короче и потом выйду я никогда не пою не придумывать катюшечка да сереженька ночи по-братски но было по раз подвинтиком там немножечко там что то есть но чуть-чуть неправда но это песни назовешь конечно я понял что ты мне подаришь камеры не москвы ты так я тебя контент буду присылать обалдеет смотри чтоб я контент не присылала ах ты сонька сонечка стили свои перины обли духами пышную кровать катя справляет аменины вам не надо ее совсем там поздравлять паре ра тач-тач паре ра в яру серёжа катюня я тебя хочу сказать что было даже если будет еще 30 тысяч раз эта музыка вечна я поняла вот век на лодке не кататься ребята поддержите комментариях правильно но это же музыка вещи на самом деле а что ты все время так вот ручками перебираешь холодно на мне пальцем ты когда говоришь поддержите комментарии всегда вот так вот ручками перебираю печатаю людям комментарии отвечай на комментарии о слышишь а ну короче пианино может я играть научился слышишь может это не просто какие-то действия а у него все время то ручками пальчиками то потом еще такое жест у него есть колодец он такой делает и сверху крышечкой покрывать хлоп 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 это называется камень на лице бумага шо марат масло нормально картошка сушится короче мне тут осталось пару грибов давай вместе ты освобождай потому что что потому что потому что надо грибы катюня елки ты палки ты пишу посадим этот на это чудо а шо надо было его ставить и фотографироваться с ним ай огонь давай только аккуратно слышно будет громко а это нормально это тебе не раков жарить не мешать я не мешаю все я хотел подправить ну что ты ешь кинты код ну хоть чуть-чуть когда состояние вот еле-еле да по полу готовности все добро на таком масле да я даже не знаю две минуты наверно потолок короче мы сейчас за две партии обжарим маратик а ну-ка ты освободил все освободил вот это вот любой грибочки высыпай аккуратненько пусть тоже стекают стыкаются ну да вот я это хотел сказать еще одни белые грибы есть в порошке ты уже решил со всех сторон добавить да ты сама сказал что он должно быть ярко выражено грибами пахнуть смотри святой короче картоха а катюня я вижу вижу сереженька вижу когда я говорю катюне ты должна уже быстро нырять в кадр короче куда я еще должна все я понял ты а как это помороженный весной человек я задумалась я понял что ты оскорбляешь это что оскорбление значит помороженный весной человек ну еще февраль но ты уже весной проникла да вот так и говори и голова твоя слегка не догоняет мои фразы фу ну ладно катюня как дела такой си маяковский ладно вот мне не очень нравится как ты так говоришь а я тебя не спрашиваю ты мне хамишь поэтому я это слушать не намеренно правильно марат что все это хамили да надо налить давай за это дело выпей мараты там давай быстрее пей потому что скоро будем доставать и отправлять туда уже именно главного героя нашего блюда белые грибы потом лучок потом рад на картошку сливки немножечко а вот пожалуйста от всей души с хорошим настроением я тебя прошу не забудь напомнить добавить десять овощей катюня не нужно я говорю там не должно быть не сельдерея не вот этого вот того что там есть никаких вот я думал что там должно быть все кроме мяса на мясо и должно быть но не будет она сама рада на мне только что взяла и что случилось а вы еще туда нельзя добавлять 10 овощей разы россии вам драсти наконец-то в грамм пришли салют здорово как дела шикардос ребята такие наши люди елки-палки а мы опять же готовим вы к нам надолго или или аккуратненько короче провод не будете все тогда ой мы такое готовим картошечка с белыми грибами подсказал как отрезал просто картошечка с белыми грибами там будут сливочки там будет лучок там будет море радости хорошего настроения сегодня так ну что ты еще не готов пока да еще вот еще разочек пусть надо чуть-чуть корочку придаст и будет песня ты что ну чтоб там мясо не было это конечно не про нас ты видел какие тебе люди комментарии пишут елки по все наверно я вот только поставил твои усы и вспомнил что там хвалили короче тебя весь твой рот до моисея короче елки-палки усы твоих родителей ребят я самая шляпа просто вот настолько душевные и люди с каждым днем все больше и больше вот буквально вчера приходило два человека и говорили липованчик спасибо огромное передайте марату он меня таки научил готовить свои 40 копейками лет а готовьте не бойтесь пробуйте экспериментируйте смотрите как делает серёга и все он будет праздник елки-палки но я немножечко 10 овощей добавлю потому что вот он останется за кадром доставать она весь всплывают доставаю ох красивая очень красивая золотая маратик скажи мне мы же маслечка мы это все отсюда дрыснем короче потому что у нас там будет сливочное масло и сливки а что мы будем делать с этим маслом правильно а дадим кому хозяйки рецепта нашей маме там у людей дерева века елки-палки шоу мама делать с этим маслом подписчики а шоу мама делает нашим маслом мы не отдавали алёшка жарил на баяне сумел гремел посудою шалман ой какая хрустящая в дыму табачном как в тумане цвет цвет и видишь какой солим не перчим пока не там и помним елки-палки прямо золото какое-то так шо я сербую масло шапку маратом это все готово грибы уже от фильтровались все шикардос ну шо ай-гуй ребята закрути нос не мешаю не мешаю елки-палки ты-то че лезешь это марат хотел сказать команду а а чувствуешь аура какая лесная сразу появилась красиво марат застыли да блин они просто я не знаю шедевральные вот именно ощущение по лопатке как они сползают ой никакого сопротивления отит уже даем поджариться суперек мешает время то я не хочу чтобы она немножечко чуть-чуть прилипло все не прилипнет сады уже кисель берется ты понимаешь ай-яй-яй марат вот удивительные белые грибы они не меняют цвет не при жарке не при варке как другие виды грибов и они не уменьшаются в размере показать посмотри видя подвиги подогнал ребята у кого есть витя простите у него грибы я такой ведь один виденько что-то не был здоровый весь свой днепр мама так делает будет она будет потихонечку лучок лук лук по-другому режет она кубиками моя по-либо вански всегда надо же мама научила нападешь не на мастер-класс но я долго не смогу я только хотел сказать выпьешь баночку валерьянки пойдет а чё это ты не сможет такое у него прекрасная вот я тоже только вот хотел спросить нет великолепная я с этим согласен отправляется с твоими детьми то с тобой она справится очень то я и не сражаться туда собираюсь елки бы я пришел там разгрузился татьяна михайловна сказал она даже чай не попьешь я конечно же попью мне не хорошая мама я могу уже мешать марат ну спасибо что у нас такой казан есть обалдеть конечно я там сильно в грудь кулаками не тарабанью потому что чтобы не болела но мне кажется мы сегодня чуть-чуть маму превзойдем а это ты отвезешь картошечки а я на цене сам позвонишь и спрочу как татьяна михайловна картошечка была она тебе скажет но сережка а чё деньги тратить на телефоне я подожу пока попробуйте сама лично скажет правильно все не мы созванивались перед этим и мама говорит и мне пару ложечек зависит михала не надо напоминать мысли так помним о вот сейчас вот уже это грибы с луком это уже просто о о так сливки на базе какие 18 процентные я просто подготовил перчика нам надо сюда есть у меня ай брат за перец не переживай все будет нормально о тихо ли по ванночкой судой грибочки сколько масла сливочного неужели 400 грамм а я знаю я не буду я не знаю что ты знаешь а давай тут пока снимала подумала у тебя же там есть еще кулечек с грибочками не один еще вот я один кулечек с грибочками мамочки отвезу она приготовит картошечку я привезу тебе и марату попробовать вот такой себе махач да ребята те кто собирается готовить это блюдо адрес не сложный город одесса и сран архивус приходите приносите будем пробовать грибами меряется ой что-то этому не пил ты не это подумала не когда ой кнула нет это я подумала на пустые кран за пакет скажи наш это голос от меня еще в это время а я катались а знаешь а ножки мои ножки что вы делали когда я бежала патрике вну а ты и хвостик мой хвостик лучше бы конечно спел ладно давай что уже картошку отправляем ты хочешь еще раз показать или уже хватит я покажу катюня ой марат говорить не надо а наша мама говорить надо так как мы сегодня слушаем нашу маму мы сделаем таки надо правильно как это по-своему сделали ну ничего я не по я не против от не нравится это конечно жюри елки-палки ты шо по-своему мы туда сейчас бахнули знаешь только чеснока укропа там 10 овощей заслуживать нас не надо мама добавляет воду до обязательно через артезианскую таким и добавим такую которую ты не приводишь немножко вот так вот помешивать серьезно давай перемешиваем хорошенько хорошенько перемешиваем надо не ждешь обе этой лопаткой по губам мама так бы сделала ну вот я воспитана еще лучше помешиваем сережка то лучше не надо достаточно мы уже все поженили в принципе нормально марат джан сколько 5 минут и и сливочное масло пойдет а потом сливки а потом садись за стол оператор я все-таки пойду себе возьму укропчика прямо в тарелочку возьмите конечно сюда 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 а когда маме будем давать на укропчик выловишь этот я что хотел сказать может хоть камнем сделаем это и съездишь за мамой привезешь сюда и что попробует на весь мир человек они они вдруг что ругать будет лучше потом то не ну как такое можно испортить но тоже бесподобие какой-то правильно а я таки спою конечно же свет повидал я не весь мой далеко не весь но мне из морей только черное море знакомо но именно здесь понимаете именно здесь я дома я дома аж загорела что-то там главное что не запекло не заболела сережка а за так душевно а одесса мама лучший город в мире на земле ешкин ты код я это всю жизнь знал он благодаря нашему каналу и возможности что наши подписчики имеют таки время находят и на себя чуть-чуть удовольствие появится к нам и лично нам этом признаются а многие не хотят уезжать а еще многие из них такие остаются в одессе понимаешь да то не дак и ты клуша елки-палки я думал ты че скажешь именно по-настоящему сереженька да ты прав вот если мне от алины маршал я бы как дал бы чтобы а тебе не кажется что ты второй день какой-то нервный а ты меня достаешь елки-палки своей это вот манерой мешай я ушла может это у меня весеннее обострение наверное я так вот тебе надо дать хорошенько совсем уже елки-палки все марат вижу это просто уже просто уже сюда уже просится короче уже следующие компоненты катюня а его отсюда пожалуйста так что ты говоришь вот так вот это маме обратно отнесем а это вот она была порезать а я вот так вот сейчас по губам помажу смотри а и вот так вот сейчас аккуратненько красиво это масло будет входить не нарушая общую картинку всего того что там уже имеется шо наговорил шо наговорил и меня называла антозер только мало давала а и да да ну дурак ну что ты скажешь елки-палки сам сказал и сам ржет и как он профессионально по поварски ввел туда масло а я конечно один раз меня пригласили и что ты пошел пригласили конечно устраиваться в ресторан работать ну не раником не сделали какой тест какой мне дали две картошки большие такие и сковородки сказали подарки а почему две зачем больше ну а вдруг он им не подойдет и собором вот потому как я пожарил картошку они принимали решение брать меня на работу или нет серьезно и что вас взяли а как только я сам не захотел а ты как в этом анекдоте так это мадам объявление дала так принимают проверяют право ров по вот право ров поворот я реаникдот то знаешь когда мадам дала объявление короче в газету типа еще там не пьющий в этом не курящий в этом спортсмена в мужья себе на следующий день звонок двери ты дын дын а думал случилось открывай двери стоит короче вот такой вот сигареты бутылка водки в кармане мужчина а вы куда а я по объявлению об она это вышел не курить курю не пьете пью может вы спортсмену это вообще никогда не занимался а чё же вы пришли а это чтобы ты дура на меня не рассчитывала короче этот твой момент с этим рестораном пришел пожарил и не надо ну а ты ел я но было бы неплохо то чисто по и по еврейски пришел пожарил поел не вышел туда в ресторан что вас не устроило ну как это не моё там немножко не повар там немножко другое там надо было стоять резать целый день и не наливали на одно дело для друзей другое дело знают так ладно он нами друг могу вводить модешь что прямо литра вам и сначала посолим и поперчим до того как ты введешь вот еще буквально чуть-чуть от липована так перчатся а там лаврик душистый что-то надо как у не это вопрос тебе марат-марат помолчить о том как и сегодня должно что говорить не надо ничего марат-марат вот шоу меня за натура такая тракториста елки-палки вот я считаю что вот все вкусное вот где-то рядом понимаешь но не дайте этого всего но не поймешь что она будет катюша не стыдно за тебя елки-палки но люди умные бывают молчат иногда тебе за себя не было иди сюда молча покажи людям что мы делаем а вот это вот критиков нам не нужно нормально и масло лишнее ничего не будет отлично не пропадет или можно сделать огонек поменьше и забыть про это на минут пять-сем водички пока скажешь шеф водичка не будет подливать нет я думаю немножко надо сейчас за пять минут на сливки так затянутся что мы потом губами не растаем эту картошку от грибов я буду уже через минуту так зачем тогда на пять минут давай давай минуту я что ты здесь да я не хочу это туда туда не надо серёжа не надо это туда ну зачем ну ты просто испортишь этот вкус сливочек вот буквально чуть да как ты можешь испортить на турпродуктам ёшкин ты год вот внешнего ничего грибы картошка понимаешь и лучок все катюня я еще разорву никогда ты не узнаешь где по-настоящему вкусно если ты будешь стесняться сам себя но ты привыкла елки-палки давай хорошо мы послушаем тебя твою маму да и дай мне немножечко время и как это и и волю чтоб я мог удивить давай давай ну а ну бомбир завернит марат она поделись давай елки-палки не ну я чуть выше марат я нормально вот это да все шикардос тебе ровно спасибо ты шел таких у нас сегодня еще не было обалдеть не встать марат вот такие люди на грибы видишь стягиваются давай давай быстрее на чесночка нарезать а я себе в тарелку если ты туда не можешь добавлять это она только ко мне вот такая понял я думаю твоя мама не будет абсолютно против против укропа чуть-чуть чесночка а тут мой мы думаю дома поговорим короче а то напугал отношение ко мне мне она запрещает к чайму не запрещает я с тобой дома поговорю даже без мамы что вот такая подлива же образно хорошо я сейчас не мешаю пусть это картошечка уже на мелком газу вот так вот потихонечку какая-то часть из них должна обязательно развариться вот первая партия картошки которую мы готовили мне там где-то больше где-то меньше мы нарезали вот а маленькая должна в пюре развалиться короче покрупнее останется но выглядит она конечно бесподобно такое себе как клейстер знаешь только из картошечки еще и белыми грибами и ее мама все марат джан последний штрих сушеные белые грибы многие скажут за лишнее а я скажу у меня было и почему бы не добавить вот еще буквально чуть-чуть ой вообще руки никогда не буду мыть вот это пахнет так пахнет что вмешаю и давай подавай катюня я не знаю как на вкус но выглядит как у твоей мамы может быть чуть-чуть хуже да я не знаю как такое может вообще быть невкусным или выглядеть не так не она не может быть не и давай подавай тарелки а шо она не заслужила ладно хочет за стол я и предложил тарелочку ладно я есть не буду марат джан украшай марат чесночок подвыслие стынет укропчик юхан и баба и вот это мы конечно я не знаю что это грибная похлебка мясника овощника кого охотника елки-палки вот теперь я извиняюсь ненадолго снимаю шляпу перед тобой твоей мамой тут на самом деле мясо не надо для меня было удивительно думаю как это елки-палки ну казан но тоже неуважение чтобы туда мясо не макнуть она без мяса выглядит бесподобно а как что ой либо твоей маме и тебе и витя и витя и казану и одессе маме всем спасибо и ворона тоже тебя спасибо слышишь ходит каркать но извини у нас очень горячий не знаю какие слова подобрать к этому блюду у меня их нету просто насколько это вкусно кто-то мягко это уже коты уже собираются на наше творчество а можно мои песни сбиваются однозначно только на твоих лежит шаш и аж фурик слетает потому что надо носить от алины маршал просто крыша не до придет для катю не попробовать ты еще сам не попробовал я не знаю чего здесь не хватает а то ли какой-то сыр закарпатский бут солененький во рту хотя всего хватает это просто я не знаю она именно по ощущениям как банош вот такое жирное нежное вкусное сочное мощное энергийное калорийное такое просто молодеющие в тебе ощущение после этого я шоке и ты жуки мама дорогая ребята что-то говорить каши из топора да хорошо у вас каши из топора да топор да я пошутил у тебя у тебя какой-то марат не может остановиться могу вкусно не то слово я очень согрелся от и до спасибо ровно тебе спасибо перед вами спасибо и в этом всем израиле а маме огромное спасибо и все мамы потому что у мам и у бабушек самые вкусные да но мы такое себе нет нет да что-то повторим короче друзья кицы души с хорошим настроением для вас сегодня спасибо вите не испортить ли белые грибы марат оператор еще то одесский гриб вам всем пока пока чао